Что происходит сейчас в регионе, расскажет телеканал ПС в студии Вадим Федосеев. Добрый день. В эти минуты депутаты Архангельского областного собрания проводят крайнюю перед летними каникулами сессию. В повестке более 30 вопросов. По традиции, главные из них касаются бюджета. Но в начале работы парламентарии большинством голосов лишили депутатского мандата Татьяну Седумову. За такое решение проголосовали 45 избранников, 6 сера воздержались. Депутаты сделали это по представлению прокуратуры. Напомним, Татьяну Седумову признали виновной в массовом заболевании детей в лагере Кучка с Пенежского района. Приговор 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С лишением права занимать руководящие должности. Но Седумова была амнистирована. Лишить мандата депутата справедливого роста должны были еще на предыдущей сессии 31 мая. Но тогда не набралось необходимого количества голосов. Сама Татьяна Седунова с приговором не согласна и собирается обжаловать его в Верховном суде. Сегодня она поблагодарила всех коллег за работу и еще раз заявила, что ни в чем не виновата. Продолжаем выпуск. Подвесной мост для жителей сразу нескольких деревень Верхнетомского района. Единственная ниточка, связывающая их с большой землей. Более 10 лет он находится в аварийном состоянии, что стало причиной гибели четверых людей, в том числе двоих детей. После трагедии мост закрыли, но проблема осталась. В деревнях постоянно проживают около 60 человек. Летом приезжают дачники. Сельские жители обратились за помощью лично к губернатору Игорю Орлову. Встреча прошла в дни празднования 880-летия Верхней Тоймы. Мост – единственная возможность попасть жителям нескольких деревень в районный центр. Когда уровень воды невысокий, на другой берег можно перебраться вброд. Но нынешним летом затяжные дожди делают речку и без того полноводной. Остается один вариант – попасть в райцентр на лодке за 200 рублей. Но это дорого и опасно. У людей возникла вообще огромнейшая проблема. Представляете, весна, быстрина, речка бурная, а люди на одноместной лодочке, на резиновой переправляются. Учитывая, что это место становится таким притягательным с точки зрения развития туризма, предпринимательства, мы будем сейчас, я дал поручение проработать вопрос восстановления дороги, приведения в приемлемое состояние. Ну а что касается подвесного моста, то стоит задача правильно оценить востребованность именно такого вида переправы. Я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем. Глава Верхнетоймского района Наталья Вьюхина убеждена, восстанавливать подвесной мост смысла нет. Целесообразнее направить силы и средства на обустройство моста на автодороге Верхняя Тойма-Черный ручей. Это позволит связать районный центр сразу с тремя населенными пунктами. Летом мы будем попадать в деревню Георгиевскую, в вершину. Люди без проблем будут ездить на машинах. У нас там прорублено, предприниматели прорубили трассу на волочок. И у нас же есть муниципальное образование Севтринское, оторванное от внешнего мира. Если бы мост здесь появился, вершина была бы у нас в Верхней Тойме, Зеленик тоже в Верхней Тойме, и волочок. Мне бы не пришлось содержать свою местную дорогу через Котопрагон. Если этот проект удастся реализовать, районные власти ожидают увеличения потока туристов. В Краснобурске прошел пятый международный фестиваль гармонии. Сметанинские встречи в этом году он проводится на средства областного гранта в рамках проекта «Любодорого». Украшение строптивого и, пожалуй, самого травмоопасного инструмента – пилы – есть в репертуаре архангела-городца Алексея Карпова. Он – ученик Сергея Сметанина. Когда я выступаю или провожу какие-то мастер-классы по пиле, я всем предлагаю. Правда, надо иметь в виду, что это очень острая вещь, и нужно иметь достаточно крепкие кисти, чтобы это все дело изгибать и не отпустить. Не дай бог, это может быть к серьезным травмам привести. Таким же виртуозом был и сам Сергей Сметанин. В память о рано ушедшем из жизни талантливом музыканте на его родине ежегодно проводится фестиваль гармонистов. Традиция зародилась 11 лет назад. В 2013-м проект получил международный статус. Например, в минувшие выходные вместе с музыкантами российской глубинки выступали гости из Эстонии и Украины. Мы слышали на конкурсе и нижегородскую гармонь, и тульскую гармонь, и много-много разновидностей. Я вот играл лично, я играл на бомданионе, такой интересный инструмент, который, собственно говоря, является как бы немецким, аргентинским инструментом. Аккордина звучала на фестивале. Звучала на фестивале и музыка дерева. Так назывался конкурс деревянных скульптур. Его впервые включили в программу сметанинских встреч. Один из профессиональных рейщиков – гость из Подмосковья Николай Гетьман. Все делают сказочные персонажи. В данный момент дядька вот играет на гармонике. У него на плече сидит русалка. Портретное сходство деревянного гармониста Сергеем Сметаниным заметили и родные знаменитого красноборца. Они в числе почетных гостей фестиваля гармонии. Любовь к народной музыке и своему краю в семье Сметаниных – главная ценность. Он собирал музыку нашего северного края, начиная от нашей родной деревни и кончая там уже в самой дальней Лишуконье, Пиннигайка, Каргополь и прочее. То есть он всех бабушек слушал, записывал и перекладывал на свою музыку. Это у нас идет, наверное, давно по поколению, потому что муж играл и Сережа играл. Теперь уже у меня внуки играют. Международный фестиваль гармонии «Сметанинские встречи» – один из девяти проектов, поддержанных Министерством культуры Архангельской области в рамках программы «Люба Дорого». В этом году на его проведение из регионального бюджета Красноборск получил 500 тысяч рублей. Мариса Иванова, Александр Фомин, Архангельское телевидение. Няндамскому железнодорожному колледжу исполнилось 95 лет. За эти годы учебное заведение выпустило свыше 16 тысяч специалистов. Сегодня здесь обучают проводников и машинистов, организаторов перевозок и техников. Также при колледже есть медицинское отделение, где получают профессию будущие медсестры и фельдшеры. Если взять все железнодорожные предприятия, больше 80% – это наши выпускники. А если взять эксплуатационное депо, ремонтное депо, там еще больше. И не только у нас в районе, и по области, по северу, западу – это наши выпускники, у нас учатся из Центральной России. Сегодня в колледже учатся почти 750 студентов. В ближайших планах директора учебного заведения создание лабораторной базы, оснащенной по последнему слову техники. К 80-летию Архангельской области готовится к изданию мультимедийный атлас региона. За основу взято последнее бумажное издание областного атласа от 1976 года. Но в мультимедийной версии, помимо обновленной картографической информации, будет большое количество фото, видео и аудиоматериалов, рассказывающих о культурной, социальной и хозяйственной жизни региона, его истории и современных туристических маршрутах. Каждый из нас держал в руках простой атлас, представляет, что такое, технологии не стоят на месте. Вот сейчас это мультимедийный атлас. Это электронный ресурс, где будут сосредоточены, собственно, все знания. Нам, мы так предполагаем, большинство знаний об Архангельской области. То есть это картография раз, значит промышленность два, значит история, культура. Этот проект будет постоянно дополняться и обновляться. На сегодняшний день идет активная работа по сбору материалов, а пилотная версия проекта уже доступна пользователям в сети интернет. Наши земляки Леонид Якимов и Дарья Вдовина выиграли чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходили в Московской области. В квалификации архангелогородец Леонид Якимов набрал 585 очков из 600 возможных. В финале оказался самым метким, сделал 32 попадания и стал лучшим в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров. Дарья Вдовина в квалификации также набрала 585 баллов. Такое же количество очков было и у соперницы из Удмуртии. В решающей стрельбе архангелогородка оказалась лучше и победила в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. Не прощаюсь.